Похвала всем святым, по всем мире пострадавшим. Еще не прошло семи дней после того, как мы совершали священное торжество Пятидесятницы. И вот опять настиг нас лик мучеников, или лучше ополчение и воинство мучеников, ничем не уступающее ополчение ангелов, которое видел патриарх Иаков. Но подобное ему и равное. Мученики и ангелы различаются только именами, а делами соединены. Ангелы обитают на небе, и мученики также. Первые не причастны старости и бессмертны, и мученики будут иметь тоже. Но те получили бестелесное естество. Что же, и мученики, хотя обличены телом, но бессмертным. Или лучше еще прежде бессмертия, смерть за Христа украшает тела их больше бессмертия. Не так светло небо, украшенное хором звезд, как тела мучеников, украшаемые светлой кровью ран. Так что умерши, они сделали величайшее приобретение. И еще прежде бессмертия восприняли награды, получив от смерти венцы. «Немного унизил ты их пред ангелами, славы и чести венчал их», — говорит Давид. О естестве человеческом вообще. Но и это малое Христос, пришедший, восполнил, осудив смерти и смерть. Впрочем, я не это доказываю, но то, что и этот недостаток смерть делался приобретением. Так как если бы они не были смертными, то не сделались бы мучениками. Если бы не было смерти, то не было бы и венца. Если бы не было кончины, то и не было бы мученичества. Если бы не было смерти, то Павел не мог бы говорить, каждый день умираю. Похвала в том, по Христе Иисусе, если бы не было смерти и тления, то Он также не мог бы говорить, «Радуя в страданиях моих за вас, восполняя недостаток скорбей Христовых в плоти моей». Итак, не будем скорбеть, что мы стали смертными, но будем благодарить, что смерть ее открыта нам поприще мученичеством. Через тленность мы получили возможность наград. Отсюда имеем и повод к подвигам. Видишь ли, премудрость Божия, как Он величайшая из зол, верх нашего бедствия, введенный дьяволом, то есть смерть, обратил нам в честь и славу, ведя через нее подвижников к наградам мученичества. Что же, будем благодарить дьявола за смерть? Да не будет. Не по его мысли это добро, но дар премудрости Божией. Он ввел, чтобы погубить людей и, возвратив на землю, отнять у них всякую надежду спасения. Но Христос, взяв это, изменил и через смерть опять возвел нас на небо. Поэтому никто да не осуждает нас, если я назвал весь сон мучеников ликом и воинством, приписав одному предмету два противоположных названия – лик и воинство. Название противоположное. Но здесь оба они соединились вместе. Мученики шли на мучения с удовольствием, как ликующие, и вместе как воинствующие. Оказали всякое мужество и терпение и победили противников. Если посмотришь на существо событий, то эти события – сражение, война и ополчение. А если исследуешь смысл событий, то совершившееся – ликование, празднество, торжества и величайшее удовольствие. Хочешь узнать, сколько эти подвиги, то есть подвиги мучеников, ужаснее войны? Что ужасного в войне? С той и другой стороны стоят огражденные станы, блещущие оружием и озаряющие землю. Со всех сторон пускается тучи стрел, множеством своим помрачающий воздух. Потоки крови льются по земле, везде с великом множествием, как колосья во время жатвы, падают воины, поражаемые друг другом. Теперь от них я приведу тебя к этому сражению. И здесь два ополчения – одно мучеников, а другое мучителей. Но мучители вооружены, а мученики сражаются с обнаженным телом. И победа остается за обнаженными, а не вооруженными. Кто не изумится, что бечуемый побеждает бечующего, связанный несвязанного, сожигаемый сожигающего, умирающего – умерщвляющего? Видишь ли, как эти подвиги страшнее тех. Те, хотя и страшны, но происходят естественно. А эти превосходят всякое естество и всякий порядок вещей, чтобы ты убедился, что это дела благодати Божией. При том, что несправедливое этой борьбы? Что беззаконнее этих сражений? На войнах обе сражающиеся стороны бывают вооружены. А здесь не так. Но один наг, а другой вооружен. Также в борьбе обоим противникам позволяется действовать руками. Но здесь один связан, а другой свободно носит удары. Выброшу себе как бы по тирании право делать зло. А праведным мученикам предоставив терпеть зло, судьи таким образом нападают на святых и даже и так не побеждают их. Но после такой неравной битвы отходят пораженными. И бывает то же, как если бы кто вывел воина на сражение, и отломив острие копья его и сняв с него броню, приказал ему так сражаться с обнаженным телом. А он, подвергаясь нападениям и ударам, и получая бесчисленные раны, поставил бы трофеи. Таким же образом и эти, выведя мучеников ногами, связав им руки назад и со сверхсторон нанося им удары и язвы, были побеждаемы. А они, получая раны, ставили трофей победы над дьяволом. Как адамант, поражаемый ударами, не поддается и не смягчается, а напротив сокрушает ударяющее железо. Так точно и души святых, при столь многих наносимых им мучениях, сами не терпели никакого вреда. А силу тех, которые били их, сокрушали и заставляли их удаляться с борьбы побежденными, со стыдом и бесчестием, после многих и нестерпимых ударов. Их привязывали к дереву и строгали бока их, проводя глубокие борозды, как бы распахивая землю, а не тело раздирая. Так что можно было видеть открытые внутренности, обнаженные ребра, расторнутые груди. И здесь не останавливались вниз со свете кровожадные звери. Но, сняв с дерева, растягивали их на железной решетке над горячими угольями. И можно было видеть опять зрелище, ужаснейшее прежних. Двоякие капли падали из тел льющейся крови и растопляемой плоти. Но святые, возлежа на уголях, как на розах, с радостью смотрели на совершавшиеся. 755. Ты же слышишь о железной решетке, имеющей вид лестницы? Вспомни о мысленной лестнице, виденной патриархом Яковом, которая простиралась от земли до неба. По той нисходили ангелы, а по этой восходят мученики. На той и другой Господь восседает. Не перенесли бы страдания эти святые, если бы не имели такой опоры. По той восходят и нисходят ангелы, а по этой, как всякому известно, восходят мученики. Почему? Потому что те служения, посылаемые были, хотящим наследовать спасение. Евреям 1.14. А эти, как ротоборцы и венценосцы, окончив подвиги, отходят, наконец, к распорядителю подвигов. Впрочем, не будем просто слушать, когда говорится, что горящие уголи были подкладываемы под остерзанные тела. Но представим, каково бывает нам, когда мы впадаем в горячку. Когда мы самой жизни считаем жизнью, досадуем, негодуем, раздражаемся, как малые дети, считая этот огонь нисколько не меньшим огня гиенского, а они не горячкой, будучи объяты. Но когда пламень со всех сторон осаждал их, искры вторгались в их раны, и терзали язвы их свирепей всякого зверя, тогда, как бы адамантовы, и как бы видя это совершающимся в чужих телах, доблестно и свойственным им мужеством стояли в словах исповедания и оставались непреклонными во всяких бедствиях, блистательно обнаруживая свое мужество и Божию благодать. Вы часто видите на расцвете солнца восходящим и бросающим багряновидные лучи. Таковы были тела святых, когда со всех сторон обливали их потоки крови, как бы багряновидные лучи, и озаряли тело их гораздо больше, нежели небо озаряется солнцем. Видя эту кровь, ангелы радовались, а бесы ужасались. И сам дьявол трепетал, что была не просто видимая кровь, но кровь спасительная. Кровь святая, кровь достойной небес, кровь, постоянно напаяющая добрые растения церкви. Видел эту кровь и ужасался дьявол, потому что вспоминал о другой крови владычней. Ради той текла и эта кровь, потому что с тех пор, как прободено ребро владыки, ты видишь тысячи прободенных ребер. И кто не войдет на эти подвиги с великой радостью, имея в виду приобщиться к страданиям господних и сделаться сообразным смерти Христовой? Это достаточное воздаяние, честь, большая награда, превышающая труды, еще прежде Царства Небесного. Итак, не будем страшиться, слыша, что такой-то потерпел мученичество, но будем страшиться, слыша, что такой-то оказался слабым и пал, когда предстояли ему такие награды. Если же хочешь слышать и о наградах будущих, то никакое слово не может представить их, потому что око не видело, говорится, и ухо не слышало, на сердце человеку не приходило, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам 2.9 А никто из людей не возлюбил его так, как мученики. Впрочем, потому что величие назначенных благ превышает и слово, и ум наш, мы не будем молчать о них. Но сколько возможно нам сказать и вам выслушать, постараемся, хотя не ясно, изобразить вам блаженство, которое примет там мучеников, а ясно познает его только те, которые наслаждаются им на самом деле. Здешние жестокие и невыносимые страдания мученики терпят в течение краткого времени, а по отшествии отсюда они восходят на небеса. Причем ангелы предшествуют им, и архангелы сопровождают их, потому что не стыдятся подобных себе рабов, и решили все сделать для них, как и те решились потерпеть все для Христа своего владыки. По восшествии на небо, сретает их все святые силы. Если тогда, когда приходят в город чужие ротоборцы, стекается весь народ отовсюду, и окружив их, рассматривает стройность их членов, то гораздо больше тогда, когда восходят на небеса подвижники благочестия, ангелы сретают, и все вышние силы стекаются отовсюду, видеть их раны, и как некоторых героев, возвратившихся с войны и сражения с великими трофеями, и после многих побед радостно принимают всех их и приветствуют, потом ведут их с великим торжеством к Царю Небесному, к тому престолу, исполненному великой славы, где Херувимы и Серафимы. Прибыв туда и поклонившись сидящему на престоле, мученики удостаиваются от владыки гораздо большего благоволения, нежели от подобных себе рабов, потому что Он принимает их не как рабов, хотя и это величайшая честь, равной которой нельзя найти, но как друзей своих. Выговорит Он, друзья мои. Весьма справедливо, потому что Сам Он сказал, нет больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих. Так как они показали величайшую любовь, то Он дружески принимает их, и наслаждается они тамошней славой, и соединяется с ликами ангельскими, участвуют в таинственных песнопениях. Если они еще, находясь в теле, через общение в таинствах принадлежали к тамошнему лику, воспевая три святую песни вместе с Херувимами, как известно вам посвященную в тайны, то гораздо больше тогда, наслаждаясь сотоварищами по лику, они с великим дерзновением участвуют в тамошнем словословии. Не страшились ли вы мученичества прежде? А теперь не желаете ли мученичества? А теперь не сожалеете ли, что ныне уже не время мучений, но будем и мы упражняться, как во время мученичества. Они презирали жизнь, ты презирай удовольствие. Они ввергали тела свои в огонь, ты ввергай теперь деньги в руки бедных. Они попирали уголье, ты погашай пламень похоти. Трудно это, но и полезно. Смотри не на прискорбное настоящее, а на приятное будущее, не на бедствие присущее, а на благоуповаемое, не на страдания, а на награды, не на труды, а на венцы, не на усилия, а на плату, не на скорби, а на воздаяние, не на горящий огонь, а на царство предстоящее, не на окружающих палачей, а на увенчивающего Христа. 758. Это лучший способ и удобнейший путь к добродетели. Взирать не на труды только, но и на награды после трудов, впрочем, и на них только, самих по себе. Так, когда ты намереваешься подать милосты, то обращай внимание не на издержки денежные, а на приобретение правды. Расточил, раздал нищим, правдаю пребывает вовек. Псалом 111.9. Не смотри на оскудение богатства, но взирай на умножение сокровища. Когда постишься, то думай не об изнурении от поста, но о легкости, происходящей от этого изнурения. Когда бодрствуешь в молитве, то помышляй не об усталости, причиняемой бодрствованием, а о дерзновении, доставляемом молитвою. Так делают и воины. Они смотрят не на раны, а на награды, не на поражения, а на победы, не на падающих мертвыми, а на увенчиваемых героев. Так и кормчае прежде волн видят пристани, прежде кораблекрушений, торговой выгоды, прежде бедствий на море, благополучия после мореплавания. Так делай и ты. Представь, сколь великое дело среди глубокой ночи, когда спят все люди, звери и скот, когда господствует глубочайшая тишина. Тебе одному бодрствовать и дерзновенно беседовать с общим всех младыкою. Сладок сон, но нет ничего слаще молитвы. Беседуя с Богом наедине, когда никто не беспокоит тебя и не отвлекает тебя от молитвы, ты можешь во многом иметь успех. Самое время союзник твой для получения того, чего желаешь. Но ты поворачиваешься, лежа на мягкой постели, и медлишь встать. Представь сегодняшних мучеников, которые лежали на железной решетке, где не постель была подослана, но подложены горячие уголья. Здесь я хочу окончить речь, чтобы вы ушли с живым и свежим воспоминанием об этой решетке и памятовали о ней ночью и днем. Хотя бы удерживали нас тысячу раз, ус, мы в состоянии будем легко разорвать все и восстать для молитвы, если будем постоянно представлять тебе эту решетку. Впрочем, не только решетку, но и прочее страдание мучеников начертаем на широте нашего сердца. Как делающие свои домы великолепными, украшает их со всех сторон разноцветной живописью, так и мы на стенах души нашей нарисуем казни мучеников. Та живопись бесполезна, а это приносит пользу. Для этой живописи не нужно ни богатства, ни издержек, ни какого-нибудь искусства. Но вместо всего достаточно приложить усердие и ум мужественный и бодрственный, чтобы посредством него, как бы посредством искусной, какой руки, изобразить их мучения. Итак, нарисуем в душе одних, лежащими на сковородах, других, растянутыми на угольях, иных, вверженными в котлы, других, брошенными в море, иных скоблимыми, иных, сгибаемыми на колесе, иных, разбиваемыми об утес, иных, борющимися с дикими зверями, иных, неизвергаемыми в пропасть, иных так, как каждому из них случилось окончить жизнь, чтобы, сделав разнообразием такой живописи жилище наше светлым, приготовить приличные пристанища для Царя Небесного. Если он увидит такие изображения в душе, то придет с Отцом и сотворит у нас обитель с Духом Святым, и будет, наконец, наша душа Царским Домом, и никакой непристойный помысл не сможет войти в нее, потому что воспоминание о мучениках, как бы какая живопись, постоянно будет сохраняйся в нас и производить великий блеск, и Царь сего Бог будет непрестанно обитать в нас. Таким образом, приняв Христа здесь, мы по отчасти отсюда сможем быть принятыми в вечные обители, чего досподобимся всем и благодати, и человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым слава Отцу со святым и животворящим Духом во веки веков. Аминь.